Всем привет! Сегодня у нас будет прямой эфир с одним из жюри нашего фестиваля, с режиссёром, с клипмейкером Ладок Ватане. Кристина, привет! Всем привет! Привет! Да, привет! Добрый вечер! Наконец-то ты с нами! Да, да, сейчас я. Ребята, всем привет, кто подсоединяется. У нас сегодня прямой эфир с режиссёром Ладок Ватане, с жюри нашего фестиваля. Поехали! Ну давайте подсоберутся, мне кажется, чуть-чуть ребята, там, минутку, мне кажется, и можно начинать. Да, согласна. Мне немножко странно ввести прямой эфир, потому что я очень давно это делала, и последний раз, там, полтора месяца назад у своего личного аккаунта я болтала просто с подружкой по поводу астрологии, а на какие-то профессиональные темы не такое. Ну давай, давай, давай потихонечку можно начать. Ребята, я думаю, сами под подвале, что называется, подойдут, все, кто смогут или не смогут. Да, супер, поехали. В общем, Ладок, я хотела спросить, с такого более глобального начать, как у тебя сейчас дела в творческом плане, как карантин влияет на работу, чем ты сейчас занимаешься? Ну, мне кажется, все так устали от этих стримов, лайфов и всего остального, что просто этого стало в избытке. Я думаю, что, надеюсь, нас посетят какое-то количество ребят и выдержат очередной стрим. Вот, что касается толки, я провожу время, но так как, не знаю, случилась эта чудовищная пандемия, и я выдержан был находиться, как и все, в самоизоляции, в этот период я должен был как раз рисовать раскадровку фильма. Вот, и, в принципе, два месяца вот этих вот я провел достаточно продуктивно. Я почти закончил всю раскадровку к фильму. Вот, параллельно занимались подготовкой и обсуждением сторонних возможных тем, то, что возможно вообще решать удаленно. Вот, поэтому как-то удалось провести это время относительно продуктивно, но, конечно же, без социализации, без каких-то, я не знаю, физических перемещений все равно достаточно сложно. Ты превращаешься в такого гриба домашнего. Вот, и с этим приходится работать. Вот, и я стараюсь там в течение дня, если есть возможность позволять, там, погода, хотя бы, там, не знаю, 10 тысяч шагов в день делать. Это невероятно все сложно, потому что ты привык это количество шагов совершать в течение, там, дня в переездах, разъездах, навстречах и так далее, каким-то образом физически перемещаешься. То сейчас постепенно, когда мы сейчас, надеюсь, будем выходить из этого режима самоизоляции, вот, я чувствую уже даже сейчас, что немножко сложновато, тяжеловато, и, в общем, нужно приходить в форму. Все равно это статичное нахождение в одном пространстве утомляет, и были пару раз таких случаев, когда все было настолько невыносимо, что нападала сильнейшая апатия, и, в общем, ничего не хотелось сделать, вообще ничего, вплоть до того, что, не знаю, даже играть в компьютерные игры, не на книжку в руки, вообще ничего, то есть блокировка вообще какой-либо информации, там, вплоть до просмотра фильмов, ничего не воспринималось, ты просто ложишься на кровать и буквально смотришь в потолок. Ну, это было несколько раз, вот, надо себя заставлять все-таки каким-то образом работать, сфортировать свой день, составлять план, расписание, и, в общем, по нему каким-то образом идти. Вот каким-то, каким-то таким способом я подошел к решению этой проблемы в соемнезавиации, чтобы не превратиться в совершенно как бы апатичное существо, вот, поэтому, поэтому как-то так. Ну, то есть ты сейчас на, ну, во время карантина ничего не снимал, это какая-то, ну, скажем так, более креативная работа, проработка сценария, не знаю, изучение какого-то творчества другого. Нет, я, естественно, я еще там параллельно начал делать проект один школьный, о конкурсе которого я сообщал с вами не так давно в постах, вот, мы определились с авторами, с авторами, да, и вот сейчас непосредственно проработали часть материала, вот. Вот, времени, к сожалению, у меня полноценно нет, быть включенным, но там есть мой коллега, мой партнер, мой соавтор Оля, которая также включена и ведет с ребятами работу, за что я безмерно благодарен, и ей приходится частично подстраиваться, вот, на мой странный, абстрактный, всегда практически, потому что непонятно, чего происходит, что нужно сделать, это нужно сделать. Она подстраивается под график, и мы вносим правки, коррективы, там, и так далее, в общем, как-то так получается сейчас работать, вот, ну, то есть я старался каким-то образом, то есть по итогу я понимаю, что там сделал, знаешь, как бы я подвел черту, что я сделал в период самоизоляции, то есть я нарисовал раскадровку, разработал проект, значит, мы разработали эскиз декораций, значит, в основные, и я почти прошел Doom на PlayStation, все, из важных вещей. Это продуктивный карантин у тебя получился все равно, так или иначе? Ну, да, да, то есть я, честно говоря, я потом долго анализировал, если бы не случилось такого подобного чудовищного обстоятельства, я не знаю, как бы я смог бы так погрузиться в материал, так подробно и детально, потому что это требует абсолютного включения, с утра садишься, погружаешься в линии персонажей, в общем, вспоминаешь свои обстоятельства, и чем дальше ты, так сказать, рисуешь и развиваешься фильм, тем сложнее, потому что приходится откатываться, вспоминать обстоятельства и так далее, и так далее, и, в общем, потом это все вбирать в себя, накапливать, и с этой точки эмоциональной заново или не заново, в принципе, рисовать сцену. Это достаточно изнурительно, утомительно, иногда это по 8-9-10 часов происходит, иногда мы делаем перерывы, там, по 3-4 часа рисуем с нашим раскадровщиком, с Антоном, вот, там делаем потом еще перерывы, потом продолжаем рисовать. Поэтому тут по-разному совершенно подходит, бывает так, что просто практически белый лист перед глазами, ты не можешь сочинить ничего, то есть, ну, это нормальный человеческий процесс, ты не можешь быть каждодневно суперпродуктивным, это утопия, вот, поэтому приходится, конечно, собирать себя в кучку, но тоже были такие случаи, когда я буквально максимум одну сцену в день делал, а бывал, и наоборот, там, 5-6-7-8 сцен давал. Это все очень сложно быть результативным в таких условиях, все равно, как бы, помогает смена пространства, коммуникация какая-то, возможно, сторонняя, с профессионалами, ну, и прежде всего, контент, это сейчас, в принципе, из-за того, что все находятся в самоизоляции, значительно меньше стало. Иногда просто посмотришь, вдохновишься, не обязательно, что тебе может понравиться, там, сам контент, а может быть, тебе понравится, там, концепт, или то, как ребята, видно, что это на коленке реализовано и так далее, очень креативно, очень смело, и вот тебя это вдохновило каким-то образом, то есть, как бы, это все тебя стимулирует. И вот, когда в какой-то момент этих симуляторов стало меньше, ну, опять же, в силу, опять же, объективных причин, конечно же, опять же, повторюсь, сложно себя самоорганизовывать. Ну, вот ты сейчас занимаешься, получается, подготовкой полного метра, а какие-то проекты, например, клипы для артистов, ты рассматриваешь работу над ними, или ты погружен полностью вот в работу над полным метром? Ну, я сейчас отказался от работы над клипами, потому что я просто физически не в состоянии свести все, как бы, я расставил приоритеты, так сказать, потому что в начале года были предложения, мы хотели, как бы, ровно до карантина запустить нашу картину, вот, случился карантин, нам пришлось сдвигать съемочный процесс, вот, и я пришел не распыляться, на все предложения я очень бежливо отказываю, по причине того, что я сейчас концентрирован на кино, вот. Есть несколько артистов, которые я очень хочу снять, как только мы закончим с фильмом, мне бы хотелось бы просто в качестве такого короткого, как бы, такого короткой такой дистанции провести очень классное время с профессионалами на площадке или издавать проект в этой малой форме, то есть музыкального клипа, это было бы очень-очень кстати, вот. Поэтому пока сейчас я действительно все от всего отказываюсь, и как только мы реализуем картину, я думаю вернусь к этому. Ну, хорошо, я поняла. Вот смотри, мы тебя обозначили как жюри в номинации Short Films и жюри в номинации Music Video. Удалось ли тебе какие-то работы посмотреть? Что скажешь? Или не удалось? До коротких метров не добрался, к счастью, музыкальный клип больше половины точно я видел, вот, и знаком с некоторыми даже артистами непосредственно, поэтому список очень сильный. Я уже для себя сформировал некий виртуальный список лидеров, где, допустим, для меня, как мне кажется, сильный концерт или где интересно режиссерски реализована талинная задача. Поэтому я доберусь до этого. Я помню по дедлайн, который ты мне обозначила, да. И все, естественно, я буду делать в последний момент, как это обычно происходит, но не в силу того, что лидяет, то, что опять накапливаются задачи, я для себя выберу день, в графике поставлю, что целый день нужно отсмотреть весь материал и, соответственно, вернусь уже с какими-то комментариями. Хорошо, спасибо. Смотри, ну вот давай тогда поговорим о клипах, которые уже были, собственно, сняты, твоих работах. Как вообще происходит? То есть ты пишешь какую-то идею и подбираешь артиста, который органично впишется вот в эту историю? Или же, как правило, это обратный какой-то процесс? То есть артист, который пишет какую-то песню, связывается с тобой и говорит, что, Ладо, я хочу, чтобы именно ты срежиссировал клип на вот эту композицию? Ну, чаще всего второй вариант, когда артист обращается и хочет, чтобы мы реализовали совместно музыкальный клип и в дальнейшем просто присылает ему музыкальную композицию, я беру паузу для того, чтобы предложить ему креативную концепцию. Ну, конечно, предварительно, я стараюсь максимально добиться всю информацию, которая, как возможно, входит до того, какие у нас бюджетные ограничения, потому что мы абсолютно все существуем в тех реалиях, когда чаще всего музыка артиста уникальна, интересна, свежа и так далее, но как бы бюджетные проблемы всегда присутствуют именно у подобных артистов. Вот. И используя все эти переменные, я уже начинаю придумывать концепты, потом мы встречаемся с артистом, и я ему их предлагаю, озвучиваю, то есть я стараюсь опять же работать с артистами, которые абсолютно полностью не доверяют и не лезут в творческую составляющую и считают себя режиссерами, потому что, в принципе, у меня были такие моменты, когда я чувствую, что артист абсолютно убежден, что он обладает подобным видением режиссерским, поэтому зачем нам как бы мешать друг другу, если он в состоянии понимает, как это реализовать, то он, в принципе, может собрать команду и это сделать. Ничего в этом плохого нет, я не обижаюсь, просто как бы объективно воспринимаю эту информацию. Вот. Вот как-то так это все происходит. Ну, чаще всего я просто беру, как бы задаю вопрос, прежде всего, про что для тебя, допустим, в этой композиции. Мы формулируем в диалоге тему, как бы, которую хотел высказаться артист, используя, как бы, те или иные метафоры или символы. Дальше я, возможно, трактую эту тему по-другому совершенно, то есть или, наоборот, усиливаю визуально каким-то образом ту тему, которую хочет простых музыкальных композиций артист. Я это делаю визуально. Вот. А какие самые, наверное, неожиданные артисты обращались к тебе, которым ты отказал? Ну, звучит очень так, как кокетливо, я отказал. Нет, 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 скорее, я просто честно всегда говорю, слушай, мне кажется, ну, я просто ничего вам не смогу дать как режиссер, потому что совершенно разная... Да, разная фактура, разная музыка, я просто честно признаюсь, там, не музыка не моя, там, по формату, или... Ну, когда я говорю музыка не моя, я сразу, я имею в виду, что как раз я не понимаю, что я как режиссер могу вам дать, с учетом того, что вы видели, что я делаю. И получается очень странная история, там, у меня обращался, там, Артур Пирожков, допустим, вот это было очень, очень неожиданно. Black Star, очевидно, ну, то есть, это территория, в принципе, такой молодежной субкультуры, какой-либо там, личный поджанр они все отключают. И вот Black Star активно предлагали, кто еще, Лобода, мы с ней прекрасно созвонились, побеседовали, вот, она милейшая женщина, но просто, опять же, я задался вопросом, ну, опять, как бы, это я, то есть он видел, Алан Бадоев, ей снимает, как бы, клипы классные, вот то, что попадает в нее как артиста. То есть, я же просто оцениваю профессионально, как бы, вот, есть фактура, есть тема, и как это можно обыграть. У Алан, там это прекрасно получается, я понимаю, что я так не могу и как бы не смогу, и мне не хочется экспериментировать даже в эту сторону, и поэтому очень тактично, аккуратно мы поговорили, расстались, так сказать, максимально уважительно по отношению друг к другу, да и все. Кто еще, Максим Фадеев обращался, из таких вот, я сейчас боюсь приврать, просто кого-то вспомнить или не вспомнить или назвать, а я просто, честно говоря, не фиксирую эти моменты. Недавно был, вот, Гарик Сухачев обратился, вот, опять же, по причине того, что с фильмом ситуация, я как бы отказался, хотя мне было бы очень интересно попробовать, попрослушать, прежде всего, что за композиция музыкальная, я даже себя не искушаю, то есть спрошу, что не присылайте, пожалуйста, вот, ну, вот, из тех артистов, которые я назвал, для меня вот действительно было такое, как бы, событие, почему я, ну, как бы, вот Андрей, Андрей Краузов, как я работаю, пишет, зря отказался от Лободы, вот, да, это не высокомерие, ни в коем случае, не вот это, как бы, не, 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 не вот это вот чисто плюс, то, как мне даже не знаю, как это определить, точное слово, это как бы, ну, да, пусть это будет высокомерие, с моей стороны, это не высокомерие, да, прежде всего, просто я понимаю, что это мы, как бы, на разных полюсах, в посланиях, в идеях, в том, как я вижу относительно, там, конечного результата, что должно быть на экране, и в этом абсолютно, как бы, нормальный, ну, процесс и течение вещей, вот, я надеюсь, никто не обижается, там, и не точит на нож за спиной, совершенно, как бы, ну, все очень честно, все прямо, открыто, и надеюсь, как бы, никто не будет меня потом за спиной обзывать. Светлана не смотрит эфир, поэтому, мне кажется, нормально будет. Слушай, а есть какие-то варианты артистов, неважно, там, отечественные, зарубежные, с которыми ты еще не поработал, но мечтал бы поработать? Ну, с русскими артистами, к счастью, я поработал практически со всеми, с кем бы хотел поработать, еще есть несколько, вот сейчас, господи, вот недры, мне очень нравятся недры. По знакомству. Парень, да, вот просто тем очень сильный, мне очень нравится то, что он делает, и еще, сказать, хотел поработать, хотел бы еще поработать, есть один прекрасный, прекрасная музыкальная композиция в масло черного тмина, как только я освобожусь, и у него появится возможность там доделать композицию, я бы ее очень сильно хотел сделать. У Манижи есть одна композиция, которая очень давно тоже лежит, и она, как бы, все решалось, решалось, и как-то мы обсудили этот момент, что она вроде бы готова снять на эту, на эту музыкальную композицию видео, видео ряд. Кто еще? Ну, я с Димой Хаски, я просто люблю работать, потому что он каждый раз экспериментирует и с музыкой, и с формой музыкальной, опять же, с кем бы я еще поработал, так, недры я уже назвал их. Западные артисты, мне, честно говоря, в меньшей степени интересно, потому что механика и модель взаимодействия там совершенно иная, там есть менеджмент, там есть совершенно другая структура, где такое чистое творчество, которое, в принципе, возможно здесь, там, в принципе, невозможная недопустимость работы с большим артистом. Ну, допустим, мне очень нравится Розалия, я бы хотел бы с ней поработать, потому что она готова, как видно, по тем работам, которые я наблюдаю, каким-то интересным, смелым, экспериментальным решением на то, что делает, допустим, для нее Канада, к примеру, Канада, это просто, ну, вообще Канада это режиссерский псевдоним, под которым скрывается огромное количество невероятно сильнейших, просто сильнейших режиссеров, вот, так что настоятельно рекомендую вообще посмотреть все, что делает Канада, Розалия, ну, просто ее ранние клипы сделали Канадой, по сути, на самом деле, весь визуальный язык разработали для нее, по большому счету, они и сильнее клипов, которые делали Канада, нет, и вот сейчас последний клип с Лисом Скоттом, который вот вышел в Розалии, делали тоже эти ребята, ну, в общем, фантастически, интересно, они креативно подходят, так, кто еще, кто еще из западных артистов, мне, скорее, про англичан бы поговорил, мне очень нравится Кинг Крул, вот я бы ему очень хотел бы снять бы, и есть такой очень, его друг, молодой достаточно парень, Джейми Айзетт, вот, ну, такие очень, как бы, нишевые, опять же, группы мне интересные, кого из звучания, кто готов быть независимым, и делать достаточно нестандартные вещи, Young Fathers, очень сильные тоже музыкально, и визуально, то, что им делал, там, Соломон, очень классный клик для них сделать, если что, боюсь, несколько, кто еще, кто еще из таких, кто прям, очень талантливых, огромное количество, боже мой, знаешь, когда тебе дают гитару в руки и просят что-нибудь, и ты совершенно теряешься, я, знаешь, как могу, я сейчас чуть-чуть почитиваю, я посмотрю просто свой Apple Playlist, так, недра я уже сказал, да, 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 вот, я очень хотел, кстати, вот две группы, мне очень нравятся, и, причем, кстати, у двух этих групп нет интересных кликов, я бы снял бы и для Cigarettes After Sex, есть такая группа, и Bad, Bad Not Good, вот эти вот, ну, как бы, это опять же такие локальные, не супер популярные группы, но у них есть, ну, как бы, очень классное индивидуальное звучание, они про музыку вообще, то есть, они музыканты в большей своей степени, нежели чем просто, не знаю, там, что, чаще там, для хип-хоп звучание, где достаточно все минималистично и проще, вот, и меньше, как мне кажется, я никого не хочу обидеть, но это меньше похоже на музыку, нежели чем, вот, артисты, которых я назвал раньше. в принципе, в принципе, вот пока вот по основным таким ребятам, ну, и «Тайм и Пало», «Тайм и Пало» это просто последний, особенно, альбом, и просто каждая песня, вот на каждую песню хочется снять клип, то есть, я просто, мне брат подарил пластинку, и я уже потом скачал себе, естественно, все, и до дыр, до дыр, просто вот все это заслушано, невероятно, с точки зрения музыки, мелодики, я не понимаю, как они это делают, вот, но из русских ребят точно недры, вот, с недры поработал бы, вот, а с остальными, ну, вот, была у нас возможность поработать, это не русский артист, а украинский, и Ваня Дорн, но, к сожалению, не случилось, вот, была идея, мне кажется, грандиозная, не потому, что я ее придумал, потому что она очень сильно подходила, резонировала с артистом, вот, и, к сожалению, просто, как раз по бюджетному, а проблема не исключительно бюджетную, потому что мы не смогли, вот, надеюсь, как бы, когда-нибудь в будущем, я просто никому не отдаю эту идею, вот, может быть, Ваня как-нибудь созреет, там просто еще и музыкально было, что подходило, и, мне кажется, в пластику, в характерность Ивана это было бы идеально, и он сам загорелся очень сильно в какой-то момент, но мы не смогли решить, мы даже не снимали, снимать, это были все в штабах, вот, и, опять же, очевидно, что по этому, по бюджетным соображениям мы не смогли это реализовать, так что эта история чисто под омнерику. Слушай, Анна, я еще читала, кажется, на студии 21, у тебя было, ну, там, тоже само интервью, то ли выженки из интервью, ты писала о том, что тебе в работе очень важен контекст, расскажи чуть подробнее про это, то есть, я поясню, допустим, ну, на моем личном примере, вот, группа Дипешмот, у меня, вот, мы с моим батей очень любим Дипешмот, я, наверное, с самого детства их слушала, и два моих самых любимых альбома, это Song of Paving Devotion и Ultra, они идут подряд, и когда, допустим, папа спрашивает, почему именно эти альбомы тебе нравятся, и, наверное, здесь как раз у меня включается момент контекста, потому что я понимаю, что, ну, что идет за созданием этих альбомов, они, ну, можно сказать, выстраданные такие, потому что Гэнт сидел на игле, и там ходили разговоры о том, что пора вообще закрываться, переставать работать вместе, распадаться коллективу, ну, и, естественно, как бы вопрос жизни и смерти здесь тоже как-то присутствовал, вот, о каком контексте ты говоришь, расскажи, пожалуйста. Ну, тот контекст, о котором как раз говоришь и ты, ну, понятно, что есть контекст озвученности, так сказать, того визуального решения, которое ты используешь и насколько он актуально резонирует с теми событиями, которые происходят вокруг нас, есть контекст самого артиста, прежде всего, да, который несет ту или иную тему или то или иное послание, что очень важно, потому что, как бы, есть артисты, которые исключительно связаны просто с, как бы, с конечной целью, как бы, исключительно заработать. И все артисты, в принципе, хотят, это нормальная практика и желание, потому что это возможность быть независимыми, делать независимую музыку, делать независимые музыкальные клипы, неважно, что угодно, то есть не зависеть ни от лейбла и так далее. Сейчас удивительная эпоха, что, в принципе, глобально все люди, с которыми я общаюсь, абсолютно мне доказывают своим существованием и, значит, прямо то, что лейбл, в принципе, не нужен. То есть, они индивидуальны, они независимы, и они, как бы, самостоятельно ведут свое дело и, так сказать, заслуженно занимают свою нишу. Вот, поэтому тут как бы надо понимать, о каком контексте я имел в виду речь. То есть, опять же, если артист писан какой-то контекст реальности и нечет ту или иную тему, то мне, конечно, интересно работать с ним, потому что я пытаюсь уже понять, как мне визуально разработать нивний концепт, который будет так же резонировать еще и с современной как бы реальностью и будет в контексте нынешних событий. Вот это про это. Поняла. Спасибо. Тут задавали вопрос, сейчас я найду их вам. Расскажи, пожалуйста, как сейчас развиваться начинающим клипмейкером? И вообще, насколько стоит разграничивать понятие режиссера, такое более глобальное, что ли, и более узкое значение клипмейкер? Ну, я не знаю, я никогда не хотел относиться ко второй категории. Я в меньшей степени хочу считать себя клипмейкером, потому что я снимаю в этой малой форме какие-то микроистории, которые поддерживаются аудиально. Это моя галлюцинация, я сам себе ее придумал и буду в нее верить. Это как бы, ну, я никого ни к чему не призываю. Что касается вопроса, очевидно, что мы все проходим один и тот же путь, когда нет совершенно никаких денег, нет ничего, и дальше вот это ничего является точкой отчета, на самом деле, которая, как ни странно, может стимулировать творческий процесс. Потому что, допустим, я вспоминаю нашу удачную работу, одну из таких, как мне кажется, трогательных, это Ван Лон Севарго для Тима Минова, то стоимость этой работы была просто, ну, как бы, чудовищно смешной по одной простой причине, что, как бы, у артистов действительно не было много денег, а у нас было большое желание снять классную историю, которую я придумал прям вот за какое-то небольшое количество времени, вот, и когда я озвучил и артисту, и, как бы, наши маленькие скромные съемочные группы, все как-то само по себе пошло, мы как-то включились в этот процесс, и на коленке, исключительно на коленке, я до сих пор безмерно благодарен ребятам, которые участвовали, потому что был чудовищный холод, одна машина или две, в которых мы грелись, выходили, и вот на одну камеру, которую нам давали с огромной скидкой, на коленочке мы это снимали, и вместе с командой, как я подразумеваю, по-моему, подразумеваю, команда, это я, оператор, и сам музыкант, мы садились в машину, в гугле, в гугле находили непосредственно локации, которые нам необходимы были потенциально, ехали сюда, на эту точечку, оставляли машину и пешком шли. И бывали случаи, когда мы не находили локацию, которая у Гудхазана была на картах, потому что находилась где-то там, ну, просто в лесу, в глубине, у нас никакого проводника, ничего нет. Вот, и там, опять же, нам тоже некоторые друзья, вот, значит, один человек нам помог найти локацию, очень, за что мы безмерно облагодарим, вот, локейшн один, и опять же повторюсь, что никаких у нас денежных средств не было для того, чтобы отрезать этот вопрос исключительно желание, потому что деньги не всегда определяют качество конечного результата, уникальность этого результата, в общем, в этой ситуации единственное, что могу посоветовать, сформировать сильный концепт, сильную идею, вот, потому что, поверьте, как бы, ну, режиссер должен отвечать за это, за эту, за идею, за концепцию, за образы, за символ, за что угодно, а не за то, какая будет красивая картинка, поверьте, если вы снимете этот телефон, и это будет как форма, правда, так сказать, ваша скромность относительно денег, да, и ваш скромный бюджет, точнее, поверьте, концепт будет сильнее держать аудиторию, нежели чем самое невероятно вылизанное, снятое на пленку изображение, где нет ничего, где просто пустота, ты смотришь, и как бы, кроме того, что у тебя на мгновение каким-то образом глазу было приятно эстетически, но это как бы хватает на 5-10 секунд, мне кажется, аудитория все равно приходит за какой-то микроисторией, за каким-то, может быть, набором символов, которые потом они готовы разгадывать, они приходят, аудитории интересно быть соучастником, то есть я всегда для себя позиционировал так, что я очень уважаю аудиторию, которая смотрит тот продукт, который мы производим, и допускал то, что люди додумаются, я не хочу вот под одну гребенку всех абсолютно привести, когда всегда, ну, публика неумная и так далее, и так далее, да, возможно, есть разные аудитории, разные культурные уровни этой аудитории, но я абсолютно убежден в том, что если ты показываешь черный, то люди видят черный, если ты показываешь белый, то люди видят белый, то есть вопрос как бы насколько ты хочешь сам быть доступным, ты определяешь, вот, и опять же надеешься на то, что как бы у тебя определенная интеллектуально развитая аудитория, которая с тобой будет коммуницировать посредством просмотра там твоей работы и уже дальше делать свои выводы или принимать это, или бы это отторгать, это уже исключительно субъективный как бы момент тех ребят, которые наблюдают, вот, поэтому повторюсь, начинать на коленке правильно полезно, потому что в вашем случае у вас есть один самый сильный инструмент, это идея, это концепция, как мне кажется, это важнее, чем мы сейчас все гонимся за, я иногда просто спрашиваю, а на что вы сняли, на Red или на Lepsu, и как бы я всегда, честно говоря, я попадаю в легкий ступор, потому что какая разница, на что мы сняли, понятно, что сейчас, возможно, в нынешних условиях есть возможность выбирать инструменты, но в начале пути всегда инструмент один и вводный, и идентичный, что нет денег и как бы и камера хоть какая-никакая, но она вот такая, то есть обещаясь. В нынешних реалиях есть огромное количество бюджетных технических средств, с помощью которых можно добиться ощущения того, что это снято на более какую-то дорогую, не знаю, камеру, но опять же, все это не ваша головная боль, а головная боль оператора, с которым будете работать, а ваша задача как режиссера, если я наступаю от команды режиссеров, думать прежде всего над идеей. Вот. Ну, здесь странный вопрос был чуть выше, о том, что первичнее, идея или сюжет? То есть, как бы, связанные, наверное, вещи, или я не знаю? Нет, они, они, естественно, связаны, но из идеи вырастает сюжет. Вот. Как бы, поэтому это, ну, нельзя раздоничивать два этих элемента важнейших. То есть, как бы, идея произведения, скажем, относительно которой уже в дальнейшем выстраивается некий сюжет, который поддерживает эту идею. Или, если вы имели что-то в виду другое, то, пожалуйста, поясните. Потому что я, как я понимаю вопрос, мне кажется, ну, видимо, мне кажется, все-таки что-то имеет другое, потому что это очевидная, очевидная связь. И вот хороший вопрос. А что вы чувствуете, когда видите, что публика неправильно воспринимает вашу метафору? Воспринимает. И как ты считаешь, стоит ли расшифровывать, ну, собственно, символы, метафоры, которые ты закладываешь в свои работы? Когда мы говорим, ну, есть разные темы, когда я готов и допускаю абсолютно нормальную вообще, прежде всего, история, когда аудитория имеет право трактовать это как угодно и использует любую метрическую систему относительно того, что хорошо это или плохо выражается более там мягким сейчас языком, да, но как бы вот чаще всего это вот такая система или система, когда люди более глубоко погружаются в анализ материала и это их право трактовать, потому что, опять же, я же понимаю, что я нахожусь на определенном интеллектуальном духовном уровне, те люди, которые воспринимают этот материал, тоже находятся на определенном уровне, кто-то выше, кто-то ниже, и в этом нет ничего страшного, это их право трактовать, как они хотят, и я никогда на это не обижался, просто если изначально я хочу выстроить задачу таким образом, чтобы это было доступно и понятно, то инструменты использую я подобные, вот, потому что, допустим, например, Christmas on the Moon очень понятная механика, там прям очень, ну, как бы понятно, что происходит в принципе, и вот, в случае, как бы, таких творческих, более свободных решений, темах, которые мне интересны, я абсолютно радуюсь, когда я там наблюдаю за тем, как люди совершенно по-другому это воспринимают еще, или когда я переживаю в ситуации, допустим, с Иудой, в Хаске, я очень сильно переживал, чтобы люди не подумали, что я им сейчас предлагаю начать употреблять, я вот за это больше всего переживал, вот, и частью моему я читал все комментарии, чтобы просто понять, как же люди это восприняли, и я окончательно убедился в том, что аудитория абсолютно развита, абсолютно насмотрена, начитана и понимает язык, на котором ты с ними общаешься, поэтому в этой ситуации они абсолютно четко, правильно трактовали увиденное, и я абсолютно не перестал над тем переживать, вот, как и с последним клипом, потому что некоторые абсолютно так же восприняли это как пропаганду суицида, значит, нашлись, слава богу, адекватные люди, кто объяснил и для себя, и для аудитории, опять же, про что, зачем эта история, вот, и как бы, в чем ее драматургическое решение, вот. Ну, вот тебе выражают восхищение зубей меня. Да, спасибо, спасибо. Ну, вот здесь есть еще вопрос, комментарий, который касается образования, что ты думаешь, стоит ли обязательно это или нет, поступать в какие-то высшивчебные заведения и обучаться вот этому ремеслу, или это как-то, не знаю, с рождением. Я бы имел право на эту тему рассуждать, если бы, опять же, у меня была бы, ну, как бы, я прошел бы школу именно режиссерскую, полноценную, там, во ВГИКе или, не знаю, на высших курсах режиссуры. Я, к сожалению, или к счастью, не знаю, не проходил их, и поэтому мне сложно судить. Очень каждый путь индивидуален, и я не имею права брать на себя такую ответственность и говорить, как нужно поступить. Вот я закончил актерский факультет ГИТИСа, где мне педагоги разрешили в процессе обучения быть таким внегласным режиссером, и помогали мне развивать эти задатки, когда мы ставили там короткие отрывки из произведений. С этим все как бы понятно, и оттуда, возможно, пошел этот импульс, невозможно, а точно пошел оттуда, из института. Вот, поэтому очень многим удобно верить в эту иллюзию, как, к примеру, о том, что школа не нужна, потому что есть такие прекрасные режиссеры, как Тарантино, и вот давайте мы сейчас абсолютно залезем на эту звезду и будем на ней как бы ехать, потому что мы все убеждены, что так удобнее всего, потому что каждый же, это нормально для творческого человека, чтобы каждый творческий человек думал, что он гений, потому что именно с него начнется точка отчета вообще, в принципе, кино, кино переизогрузится именно с ним, он будет новой вехой, но большинство прекрасных, талантливых, великих гений режиссеров, Ларс фон Триер, к примеру, или там, допустим, даже возьмем западного режиссера, Скорцеза, они все оканчивали университеты соответствующие, поэтому мне, опять же, тут как бы путь у каждого индивидуальный и по-своему, поэтому тут каждый сам должен для себя решить, определиться, я всегда говорю, что если вы чувствуете потребность получения знаний сторонних, то проще пойти поступить, и потом, если вы почувствуете, что это совершенно как бы вам прийти, и вам хочется самостоятельно развиваться, вы можете покинуть учебность, стены учебных заведений, поэтому тут вот два пути, они абсолютно как бы каждый сам должен для себя решить. Ну, а вот то, что ты учился на актерском, тебе скорее мешает в работе сейчас, или наоборот помогает в работе с актерами? Не, ну, очевидно, помогает, потому что, во всяком случае, я могу им на их языке, как мне кажется, объяснить ту или иную задачу. Это полезно вообще представлять себе, как бы ты, возможно, в образе этого персонажа реализовал себе. Это же развивает, прежде всего, в тебе фантазию. По большому счету, прежде всего, как бы ты начинаешь фантазировать благодаря своему воображению, как этот герой ходит, как он... Это не как... Это связано и с актерской профессией, чтобы объяснить, каким образом, и какими средствами будем достигать определенного результата. Но также с режиссурой ты фантазируешь, постоянно фантазируешь, сочиняешь. А дальше уже, как это будет все воплощаться, у тебя есть хотя бы для этого какой-то профессиональный язык, чтобы с артистом договориться. Поэтому, я считаю, все-таки это мне больше на пользу пошло, не ради чего. Да, поняла. Спасибо. Дальше вопрос, который касается снова идеи и концепта. Есть ли метод, чтобы проверить себя, насколько сильную, внятную историю ты написал и как понять, что ты готов ее воплотить? Ну, мне помогает малый круг людей, кому я презентую эту идею. но все равно первый цензор и первый единственный цензор в принципе ты сам. Исключительно исходя из твоей насмотренности и твоего уровня, ты определяешь, насколько соответствует хотя бы тот креатив, та идея, тот концепт, который у тебя сейчас возникает. ты же определяешь все равно в некие маяки, относительно которых ты движешься. Поэтому в этой ситуации если ты чувствуешь, что эта работа соответствует какому-то уровню, то ты начинаешь ее реализовывать. Как возможная помощь ты можешь обратиться к своим сторонним близким, очень близким друзьям, и надо из них выбрать тех, кто доброжелатель и тех, кто недоброжелатель. Это очень важно, потому что важно иметь полярные точки зрения и стараться все-таки поддерживаться в кругу людей, которые могут критиковать тебя, потому что как чаще всего я обратил внимание, что люди окружают себя очень-очень такими людьми, которые очень восхваляют и тешат твое эго над каждым телодвижением, которое ты совершаешь, и ты теряешь немножко объективность вообще восприятия того, что ты делаешь. Это очень важно. Это очень легко потерять восприятие вообще того, что ты делаешь. Понятно, что оценивать конечный результат это уже не твоя прелегатива. Я единственное понимаю, что самое увлекательное в этой работе это процесс, процесс создания, процесс поиска, потому что вот это самый интересный процесс, а конечный результат это просто подведение черты, которая воплощена в таком или ином виде, ну и как бы ты уже не в состоянии что-либо изменить, ты просто принимаешь как это есть и отпускаешь и живешь с этим или не живешь и двигаешься дальше. А как сильно фильмы и другие режиссеры влияют на твое собственно творчество? Часто ли ты прибегаешь к каким-то референсам визуальным или смысловым? Как ты вообще относишься к творчеству режиссеров, которые используют эти референсы, обращаются к уже чему-то созданному? Ну, это было бы глупо утверждать, что ты начинаешь свою работу с чистого листа и не учитываешь опыт предшественников, которые определили опять же некий определенный уровень драматургии либо визуального подачи того или иного произведения. Это все как бы галлюцинация. Ты как бы в любом случае базируешься на подобных работах. Просто ты определяешь для себя опять же некий уровень материалов, к которому тебе хотелось бы стремиться. Ну, неких своих вартуальных менторов, которые тебе условно подсказывали или к кому бы ты стремился прежде всего. Есть откровенное дурное копирование в случае как бы придумывают очень красивое слово омаж. Вот. Очень удобно тоже так существовать. Вот. Есть такое понятие как прямая цитата. Допустим, я понимаю, что у меня в фильме я точно знаю, есть три цитаты, где я беру точно кадр в кадр из другого фильма, который я не могу, не буду называть. Я беру покадрово, использую три кадра из этого фильма, потому что мне важно, допустим, творчество этого режиссера, и я хочу выразить свое дань уважения посредством использования этих кадров. Они не уникальны, они это не что-то сложное по композиции, это просто те кадры, где внимательный зритель, возможно, вспомнит, но не более того, и, может быть, поможет понять немножко, про какого героя я пытаюсь сказать, используя эти кадры. У нас на прошлой неделе был Олег Трофим, он примерно так же ответил на вопрос. Ну да, это абсолютно логичный ответ, потому что ты все равно, у меня есть определенное количество любимых, уважаемых режиссеров, и это прежде всего напоминание как бы прежде всего какого уровня материал ты хочешь реализовать. Вот это как бы как только ты смотришь фильм, ты понимаешь, да, там твой материал еще не соответствует ни идее, ни режиссуре, ни послания, вообще ничего. И ты как бы начинаешь, собственно говоря, заново. Или попытаешься отредактировать то, что уже есть. А у меня еще был такой вопрос, вот у тебя есть клип для Фатоморгана, там была интеграция МТС. Расскажи об этом, это запрос непосредственно от МТС или вообще как случилось так, что пришлось не пришлось и захотелось интегрировать туда МТС? Да нет, просто нормальный процесс взаимодействия, когда у нас есть бюджетное ограничение и нам нужна просто финансовая поддержка, чтобы реализовать идею. и дальше наша задача была предложить как это можно интересно интегрировать, так, чтобы это было частью мира, хотя бы так, чтобы это не было абсолютно совсем в лоб, когда персонал берет телефон, у него логотип МТС или что-то. Поэтому да, там есть решение с билбордом, но там как раз это часть заявочного плана, это, наверное, один из таких самых агрессивных кадров по интеграции, но во всем остальном спиливание сотовых вышек и так далее, мне показалось как спиливание сотовых вышек, это актуально как никогда, мы еще тогда об этом знали, поэтому для меня это умеренная органичная интеграция, те, кто понятно, что все это заметили, никто не пытался это скрывать, зачем это делать, мы откровенные с аудиторией, кто нас поддержал, кто нам помог реализовать, потому что это достаточно на тот приют, это дорогой клип, просто дорогой и нужны были деньги, все очень просто. Да, хорошо, давай тогда еще вернемся к вопросам, которые задают, почему вы рекомендуете к прочтению книгу-интервью с таким депрессивным режиссером, как Ларс Фон Триер, почему книга и режиссер вызвали у вас особый интерес? Мне кажется, заблуждение относить к тому, что он депрессивный, он как бы в меру сумасшедший человек, который абсолютно признается, что он является единственным источником, из которого он черпает темы для своих фильмов. И его фильмы с годами, когда ты пересматриваешь, понимаешь, что они останутся еще долго вообще в истории кинематографа, они занимают очень значимую верху. это сильный режиссер с уникальными решениями, у которых нет таких вторых решений в этом мире. Вот и все. Депрессивный это исключительно ваш взгляд на этого режиссера. Я же не говорю, что вы обязаны это прочесть. Это мой выбор. Мне нравится его искренность, откровенность и тех патологических вещах, в которых он признается, в которых мне точно не хватило бы смелости. он это делает откровенно достаточно и это вызывает у меня личного уважения, потому что и его кино абсолютно такое откровенное, сложное, да, отчасти трагичное, допустим, если мы вспоминаем танцующие в киноте. Но это ровно то, что транслирует и сам режиссер. Это он сам в каждом кадре своего фильма. А есть у тебя, скажем так, любимые какие-то клипы, вот пятерочку любимых клипов от Ладок Ватания? И почему тебе нравятся они? Боже мой, я все равно с названием беда, я просто могу посоветовать посмотреть Дэниела Вульфа, у него все работы прекрасные, он очень сильный режиссер, Дэниел Вульф, есть еще очень классная работа Рэгган Боун, значит, песня называется Hell Yeah, там гениальный концепт, просто фантастический концепт, ну, там беджесура вот так, как она должна быть и в том виде, в котором ее надо воспринимать и как это реализовано в такой малой форме, это, конечно, вызывает невероятное уважение. Кто еще, кто еще? Ну, понятно, что клипы Пола Томаса Андерсона особенно Daydreamer, Daydreaming или Daydreamer, я честно помню сейчас, значит, это Radiohead, вообще его клипы очень классные, ранние клипы Гандрини тоже для Radiohead очень сильные, ну, Глейзера, Джональдана Глейзера прекрасные клипы, опять же, тоже и для Radiohead, не только. Спайк Ли, Спайк Ли, и величайший клип, собственно говоря, Uncle Rabbit in Your Headlight. Да. Это, ну, то есть, поэтому по тем депрессивным клипам, которые я сейчас назвал, можно понять, что мне нравится Ларс Контреев. Вот мне подсказывает The Blaze, очень тоже сильный клип. Да, я тоже его очень люблю. Выдающийся, прям просто мы параллельно с чем-то тоже ездили на фестивале с нашим клипом скромным, и на всех фестивалях этот клип просто забирал вообще все. Ну, вот Дэниел Вульф, почему я искал Дэниел Вульф, вот Паула Натинни Iron Sky, он снял. Ой, я очень люблю этот клип, типа он на тене. ну просто, да, и просто, собственно, надо посмотреть его ранние работы для The Shoes, Time to Dance, в общем, он очень большой, классный режиссер. У меня была ситуация, мы были в Тбилиси, в отеле Рунс, мы узнали, мы параллельно снимали один проект, они снимали, собственно, Дэниел Вульф снимал в Грузии Nike, очень крутой Nike, может быть, кто-то видел, где история про слепую девочку, которая стала спортсменкой, она была, а спортсменкой, собственно, Гаи Стала. Значит, история рассказывает, собственно, достаточно такие, как бы, я не помню, как они так называются, названия этой компании, но, в общем, очень сильная компания, советую тоже найти, это Nike, Дэниела Вульф, просто загубите Дэниела Вульфа, и вы все поймете о той компании, о которой я говорю. И, в общем, он был в отеле, в котором мы жили, и мы с оператором постеснялись туда идти, познакомиться, там, себя очень хотят познакомиться, взрослый, достаточно мужчина уже, вот, и мы видели его, вот, как бы, и такие, ну, что, пойдем, подойдем, о чем, о чем вы скажете, что вы скажете, потому что снимаешь классные работы, он скажет, а вы кто? Мы такие, ну, а мы вот здесь живем, получишь кем кальку, ну, то есть, разговор такой абсолютно странный, вот, поэтому мы, как бы, застеснялись, вот, застеснялись, но это потому, что были трезвые, потому что, если бы мы чуть-чуть выпили, я думаю, точно подошли бы, и уже бы обнимались бы, вот, как бы, все вот эти разговоры обо всем, что только возможно, произошли бы. Понятно. Блейз, по-моему, снимали сами ребята, единственное, что оператором там был Венуа Селер, спрашиваю. Да, они все свои работы сами снимают, они, да, еще вспомнил французский дуэт Флера Маню, классный очень дуэт французский, они для Кассокринштайн сняли очень классные работы, Мега Форс, но чаще всего это реклама, это тоже режиссерский дуэт, допустим, последний Лакост, если кто-нибудь видел, где здание рушится, на две части, вот, и там пара выясняет отношения, в какой-то момент здание начинает рушиться, и в процессе разрушения здания они внизу соединяются в поцелуи, очень сильная, классная реклама, но это реклама, но как бы она эффектная, красивая, вообще Мега Форс сделает очень классная реклама, очень классная реклама, вот, ну, я по-кому-то процессе, кого еще буду вспоминать, буду озвучивать, вот, хорошо, спасибо, вот этот вопрос, у многих режиссеров есть своя тема, которая так или иначе проглядывает в их работах, как ты думаешь, нашел ли ты свою тему? Да, да, я признался, тема существует, она в том или ином виде протекает сквозь мои скромные работки, вот, и сейчас, как бы, в большой форме я понимаю, что эта абсолютно тема, это таким же образом пробралась туда, вот, сначала бессознательно, а потом уже, когда начинал, начинал, а на самом деле, про что я хочу сказать, про кого, про что и зачем, и каким-то образом немножко все подсобрал, видоизменил, где-то добавил определенные детали, чтобы тема, как мне кажется, звучала потом острее. А какая тема? Не, я не буду говорить. Это личная, личная, да. Хорошо. Тут житейский, мне кажется, бытовой вопрос, Ладо, как бороться с тем, когда опускаются руки? Слушайте, на самом деле, иногда стоит принять этот процесс, который у вас протекает, да, у всех они опускаются, мой совет, важно их опустить, чтобы потом вам захотелось, собственно, руки поднять и начать творить, потому что невозможно постоянно находиться в режиме отдачи, то есть всем куда-то отдавать, вам нужно восполняться, вам нужно набирать вдохновение, которое в вас рано или поздно с ней зайдет, вам нужно наполняться, и поэтому в те моменты, когда вы чувствуете усталость, и абсолютно это вы продолжаете в течение нескольких дней, остановитесь по возможности, если у вас есть возможность прерваться, там, относительно этого проекта, как вы занимаетесь, и если это возможно, то прервитесь, отвлекитесь, займитесь чем-нибудь, посмотрите, почитайте, или просто возьмите, погуляйте, вот возьмитесь, значит, сделайте день, когда вы не получаете никакую стороннюю информацию, вы просто целый день гуляете, просто наслаждайтесь окружающим миром, который существует прекрасно вокруг вас, поэтому иногда важно опускать руки, чтобы просто потом ценить и наслаждаться теми моментами, когда вам хочется очень сильно работать, абсолютно бывает перенасыщение, ты с ним сталкиваешься, и когда тебе даже там самое, казалось бы, там важная, любимая твоя работа, она просто тебе отвратительно, ты как бы, тебе приходится заново влюбляться в то, что ты делаешь, вот заново влюбляться на протяжении долгого периода, это очень важный процесс, который вот каждый должен проходить, я вот уже заново влюбляюсь в свой фильм, занимаясь два с половиной года, поверьте, я постоянно заново, мне приходится влюбляться в него, по одной простой причине, что я постоянно должен наполнять его, это как бы некий такой сосуд, который ты как бы в какой-то момент, если ты упустил, что-то ты опять занимаешься тем, что нужно восполнить то, что утрачено, и потом поверх этого его дальше наполнять. Это очень сложный процесс, иногда мучительный, иногда просто прекрасный, но он как бы полярный. Жизнь как бы не состоит из того, что мы только наслаждаемся ею. И дождь не идет все время, потому что рано или поздно кончится. Это принцип как бы, такой принцип мироздания. Поэтому я вам советую иногда осознательно опускать руки. Понятно. Я хотела еще немножко назад вернуться по поводу тем. А может быть, есть какие-то темы, которые ты, не знаю, ни за что, ни при каких обстоятельствах не будешь поднимать в своем творчестве? Или нет таких ограничений у тебя? Ну, я же ведь не хотел бы зарекаться, потому что сегодня я живу с определенными, понятно, ограничениями своими внутренними, но пройдет какое-то время, и вдруг я почувствую желание высказаться на эту тему или потребность. Поэтому тут как бы очень странно себя ограничивает. И я стараюсь всегда быть открытым к любым темам. Да, какие-то, может быть, мне там сложно, еще я там не готов на них каким-то образом высказываться, но, возможно, дозрею и смогу высказываться. То есть я не ставлю такие для себя запреты. Спасибо. Если кто-то снимет видео, вдохновившись твоими работами, и посыл подачи будут схожи в чем-то, сочтешь ли ты это за копию? Посыл и подачу... Надо просто разбираться, что мы подразумеваем под подобными, так сказать, обвинениями, которые мы сейчас кому-то там абстрактно направляем. Нет, мне, наверное, скорее будет больше точно приятно в том, что я действительно каким-то образом повлиял на человека, вдохновил его и так далее. На самом деле очень многие мне пишут, когда выкладывают свои работы, они пишут, что они вдохновлены были тем-то или тем-то. Я смотрю, я вижу откровенно, что это похоже, ничего страшного совершенно нет. Мне кажется, что самое главное помнить о том, что ты в этот момент прежде всего обборовываешь самого себя. Ты решаешь себе возможности найти свой язык, свое видение, совершить свою ошибку, иметь на это право совершить свою собственную ошибку, чтобы на этой ошибке в перспективе, переосознав ее, переосмыслив, вырасти. Вот основная проблема, с которой, как мне кажется, сталкивается любой человек. На раннем этапе ты занимаешься подражанием, это неизбежно. И так постепенно ты, возможно, в процессе этого подражания будешь уже примиряться, точнее, не даже примиряться, прислушиваться к своему собственному голосу и сможешь услышать себя и не бояться своего собственного голоса. И уже реализовывать проекты по-своему. Но на этом этапе, когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями, я просто пытаюсь понять, на каком уровне находится человек, который, допустим, хочет повторить. Но повторюсь, что повторить, повторюсь. В общем, суть в том, что самое главное, что надо помнить, что в этот момент ты, прежде всего, обделяешь себя. Вот я, скорее, подытожу таким образом. Если у тебя есть возможность сделать это локально проще, но по-своему, и ты будешь, во-первых, прежде всего не похожа ни на кого, это сложно, это очень сложно. Естественно, и я на кого-то похож, и мои работы на что-то похожи. То есть это глупо утверждать, что, опять же, я точка отсчета того, что происходит вообще в визуальном мире, не знаю, музыкальных каких-то полипенов. Но это тоже лукавство. Понятно. Спасибо. У нас, к сожалению, подходит к концу уже наш мир. А вопросы еще остались. Но я хотела бы задать последний вопрос. Каким ты видишь победителя в номинации Music Video или Short Films? Наш фестиваль. Такой абстрактный вопрос тебе. Ну, я, конечно, я его, на самом деле, уже знаю, как мне кажется. Из того, что я видел, я понимаю, про что, я понимаю, как это было сделано с учетом бюджетных ограничений. Это я знаю и чувствую в конечном результате. Это концепция, инструменты, благодаря которым эта концепция была раскрыта. И я, мне кажется, из выше представленного мне списка уже вижу этого человека, этого режиссера и эту работу. Давайте, мне кажется, можем, знаешь, что здесь сделать? То есть, ответить на пару, на пять вопросов ребят, вот, которые не удалось ответить. И я пойду, мне надо уже дальше работать. Да, понимаю. Ну, там, насколько я помню, был вопрос такой, знаешь, как бы, как бы это объяснить. Ну, давай, давай мы просто, может быть, дождемся, прям здесь нам зададут его. Да, давай. Давайте, ребят, ну, вот пять вопросов с удовольствием. Был вопрос, провокация по поводу «Убей меня». Что там первую часть вопроса не могу сейчас вспомнить, но вторая часть вопроса звучала так, насколько художник по костюму, художник-постановщик определяются, ну, играют роль в создании клипа либо фильма? Ну, конечно, каждый, каждый участник процесса играет важную роль в создании того или иного произведения, потому что он вносит свое видение в работу. Нельзя недооценивать ни одного человека, присутствующего на площадке. Но если это полноценная как бы полноценная творческая единица, то он стремится внести свое видение в произведение. Это неизбежно. Вот, поэтому так. Так, сейчас найду еще вопрос. Как часто ты монтируешь свои работы? не так часто. Бывают моменты, когда я сталкиваюсь с тем, что я не в состоянии возможно подобрать нужные слова и объяснить, что я хочу. И мне нужно самому поковыряться, поискать решение. с маслом черного тмина без названия было именно так, что на каком-то этапе мы с режиссером монтажа сидели-сидели, и я чувствую, что я понимаю, что я хочу, но я не могу это объяснить. Абсолютно не в состоянии подобрать слова нужные. Я просил материал на следующий день, я за ночь пересобрал клип, как я понимал, как я его чувствовал, потому что он скорее не про драматургию, а про эмоциональное восприятие, интуитивное восприятие этой истории. Она там есть, она очень скромная, эта концепция, поэтому там на пальцах нужно было условно это собрать. Поэтому вот эту работу смонтировал, домонтировал уже я сам. А в основном я монтирую с Владом Якуниным, очень хорошим режиссером этажа. Хорошо. У Ларса топливо бухло, что горючка для тебя. Так. Сейчас, дадите, стой там, да? У Ларса топливо бухло, что горючка для тебя. Да, класс, класс. Горючка на самом деле для меня это люди, какие-то очень интересные, неожиданные проявления этих людей. Меня вдохновляют на самом деле люди очень сильно. Это для меня горючее, когда я наблюдаю за тем, как что-то кто-то сделал. Это не обязательно человек, связанный с профессией, в которой я работаю. Это может быть некая такая фигура, которая преодолела что-то условно, как конюхов. Он берет в одиночестве и проплывает какие-то бесчисленные количества километров. Он меня может вдохновить. Это все очень индивидуально. Эта информация, ты программируешь себя на восприятие определенного информационного потока и вычленяешь уже какие-то важные для тебя интересные, будоражащие тебя темы из этого информационного потока. И они с тобой резонируют. поэтому скорее для меня топливо это люди и их какие-то подвиги, действия. Они могут даже быть подвиги даже звучат не очень верно. Это может быть совершенно маленькое проявление. Вот я недавно я не знаю меня вот это вот я задумался об этом. Я просто стал мне этот процесс удивительного аккумулирует во мне воображение. Когда я наблюдаю за какими-то деталями проявлений в мире, мы не так давно ездили навстречу и пока она проходила сбоку на дороге я увидел плюшевого коня. Плюшевый конь небольшого размера, но он там никак не мог оказаться вообще. То есть вокруг ничего, что могло бы предвещать появление этого большой игрушки, которая спряталась практически за деревом. как будто лошадь за нами подсматривала плюшевая. Я такой я просмотрю я естественно начал сфотографировать снимать меня это как бы впечатлило я начинаю фантазировать а что откуда вообще кто я уже где-то не здесь а с этой лошади уже хожу придумываю ее биографию как она здесь оказалась подобные вещи могут обыкновить проявление во внешнем мире и действия людей в разном масштабе кто-то может переплыть океан а кто-то может просто в какой-то момент как-то встать таким углом и вызвать у меня интерес что я буду за ним наблюдать допустим есть фотограф Кенхасов вот если зайти в его инстаграм это в этом плане конечно уникальный человек потому что как он видит окружающий мир меня во всяком случае очень сильно впечатляет вот именно как раз именно в его инстаграм потому что это сделанные фотографии чаще всего на телефон это абсолютно как мне кажется уникальный вид помимо тех фотографий которые он делает это все прекрасно но как он простыми инструментами вычленяет какую-то фактуру или нюанс который вызывает удивление восторг умиление разный спектр эмоций вообще ну я думаю что последний вопрос и заканчиваем есть ли какие-то принципы представления от которых по ходу движения получение опыта ты отказался или пересмотрел принципы представления чего принцип принципы представления если есть ли какие-то принципы от которых по ходу движения получение опыта ты отказался пересмотрел Мне кажется, адекватный путь любого человека – создавать некие для себя постулаты, правила, по которым ты существуешь, и в течение времени их изменять. Так я всегда предполагал, что существует некая эволюция творческого человека, творческие единицы, поэтому я постоянно нахожусь в этом процессе, что я формирую для себя определенные законы, которые постараюсь следовать, и потом в процессе понимаю, что законы существуют для того, чтобы их нарушать прежде всего. Поэтому я беру все, что… важно эти законы знать, уметь с ними работать, а потом про них совершенно забывать, топтать, плевать на них и пробовать что-то смелее делать и выходить за какие-то комфортные… за пределы зоны комфорта и за какие-то рамки, которые ты себе выстраиваешь. Ну что, я думаю, что на этой ноте мы можем закончить эфир. Да, все, ребят, всем пока. Спасибо тебе большое. Да, не за что, не за что вообще, абсолютно без проблем. Все, всем пока, я как только со всем ознакомлюсь, у нас до 15-го числа все это было. Да, да. Все, договорились, все, ребят. Спасибо, Ладон. Все, пока-пока. До встречи, пока-пока. Пока.